Морской вокзал Сочи Дерзкий, уверенный в себе, он сам не сомневается в своей неотразимости. После успеха сериала «Кадетство» у него под окнами в прямом смысле ночевали поклонницы. Вторая волна популярности к нему пришла после сериала «Закон каменных джунглей». Сегодня в «Море откровений» актер Аристарх Венес. Можно вам что-нибудь скажу такое, чего я никому никогда не говорил? Хотите? Расскажи, как ты откосил от армии? Да ничего не купил. Ничего мне покупать, мне денег нет. Я так, я просто пыль в глаза пускаю. Я за это, естественно, очень сильно и держусь, и дерусь, и воюю, и как бы отстаиваю. Хреново ты отстаиваешь. Это моя философия, она опасная. Я вообще люблю конфликт. Я соткан с конфликтом. Мне нравится, когда идет конфликт. У нас же как-то откровенный разговор и все такое. Когда мне дали коктейль Молотова, мне сказали «Венес, нужно попадать с одного дубля». Кто из сериала «Кадетство» сейчас устроился лучше всех? Я. Не знаю, к счастью или к сожалению, мне по барабану практически на все. Ну, я могу просто показать это. Плюстиночка. Отлично. Пушка. Аристарх. В общем, ты в начале интервью за кадром уже сказал, что не снимешь эти очки. Я же сварщик. Какой сварщик снимает очки? Они очень необычные. Откуда они у тебя? Что это? Ну, такой у меня художник-бомжа стиль. Я рок-стар, и поэтому это все выявляется и выливается в определенный образ одежды, в определенную манеру поведения, вкусы какие у меня есть, какие-то воспитанные и все такое. У меня и остальные шмотки. Это чернуха, но не чернуха. Знаете, как это? Есть разного кроя джинсы, но только вот эти джинсы будут по посадке сеть замечательно, как пожуальный дискорг. А эти будут джинсы-джинсы. Тоже самое чернуха. Вот эти надевают черную одежду, и кажется им, что она их как-то, не знаю, типа стройнит, либо еще какую-то тайну добавляет, загадки, протест, не знаю, все это ерунда. Но та чернуха, которая на мне, это Болизбиджан, например. Я просто на этих темах поверну, ну, как нормальный художник. Так же, как и по Ван Гогу, по Босху, по всем делам. С шести до девяти лет я пильников на скрипке. Вкус он нарабатывается там и годами, гардероб собирается годами. И это касается не только там внешнего вида, там не только очков, не только там штанов и прочее. Ты это то, что ты ешь, пьешь, ешь, пьешь, ешь, пьешь. То, что ты смотришь, то, что ты изучаешь, твои вкусы, твои победы. Это ты, это ты. Поэтому вкус воспитывается постоянно. Ты вообще сам много раз говорил о том, что у тебя скверный характер. Очень. Ты такой достаточно прямолинейный человек. Я не то, что прямолинейный, просто я как бы называю вещи своими именами. Если вы мне скажете, что это не безе или там, что это там зефирный макарон или что-то такое, а скажете, что это, не знаю, там муссовый торт, я вам скажу, что нет, муссовый торт готовит моя мама, а это вот безе, понимаете, это тоже вопрос правды. Вот и все, даже на таком уровне. Последний раз, когда ты погорячился и пожалел о своих словах? Какое сегодня число? Слушайте, если честно, это происходит сплошь и рядом, и может быть даже там несколько минут назад это произошло, тоже там что-то ляпнул. Слушайте, ну человек по природе он несчастен, вот он одинок все равно. Я так живу, и я в этом убежден. Там то, что я вижу на улице, то, что я вижу в окружающем мире, все равно человек предоставлен сам себе. И всем необходимо внимание. Я сейчас не беру в расчет там специфику там рода деятельности, там профессии, и прочее, кто-то понятил, что артисту необходим там успех, внимание. Это то, что как бы ну его делает, это необходимые условия вообще для существования. Я за это естественно очень сильно там и держусь, и дерусь, и воюю, и как бы отстаиваю. Там отстаиваю свое право там на творчество. Всегда, даже вот в этом разговоре. Вот. Сейчас думаю скажешь, хреново ты отстаиваешь. Так вот, как правило, страдают всегда самые близкие люди. Вот. У меня очень узкий круг людей, с которыми я общаюсь там. Очень-очень. Вообще минимальный. Ну вот. С которыми я там близко. И, конечно, они страдают. Так устроят. Тоже правило игры. Ты ничего не можешь против этого поделать. Это тоже правда. Расскажи, как ты откосил от армии? Да нет, отчет это да-да-да, я в кадетстве снялся и... Да нет, как-как? Да никак я не откашал, просто я постоянно зарываю и не подхожу. Не монтируюсь с армии. Но есть там проблемы у меня. Серьезные. Купил? Да ничего не купил. Чего мне покупать? У меня денег нет. Я так, я просто пыль в глаза пускаю. А если ты видишь, что, например, партнер недорабатывает, или какую-то несобранность на площадке, как-то... Я пихаю за это. Ты прям нервничаешь. Я не нервничаю, я пихаю за это. Пихаю. Это... Это значит то, что я... Слушайте, по-разному. Я могу зайти с одной стороны, с другой, вывести на конфликт, спровоцировать на конфликт. Это не значит то, что там... Я думаю, да, он плохой человек, там, вот это... У меня ни с кем... На площадке никогда не бывает конфликтов. Никогда ни с кем. Вот. Бывало периодически, там, с некоторыми, там, партнершами, там, прочее. Только потом они мне почему-то звонили и говорили, что, Венис, ты лучший партнер, и как... Как жаль, что тебя там нету сейчас со мной, и ты там мне не помогаешь. А какие-то вещи я там делаю... Делаю специально. Потому что неважно... Знаете, как, по-моему... По-моему... Я могу ошибиться, но мне кажется, что Рязанов подговаривал съемочную группу, чтобы они на Гурченко что-то там вылили случайно, когда она в своей одежде. У нее сразу глаза другие. По-другому. Вау, как, самому не поздороваться там, это это... Есть... Это же не просто так... Я же не диктор. Если мы делаем кино, это же не дикторская тема. Мы же не говорящие бошки. Какая разница, каким образом я дойду до победы, до того, чтобы вывести там и себя, и человека, там, на нужный градус, эмоциональный подъем, нервное состояние. Какая разница? Это жестко, это очень цинично. Это... Ну, я не могу сказать, что это подло. Но это... Это очень жестко. Привет! Я Алис Аркенис и ем... Безешечки. Безешечки бежевые. Безешечки бежевые. Что такое снять кино? Огромное количество людей, которые там вовлечены в процесс. Огромное количество денег. Огромное. Дефицит времени. Дефицит времени на репетицию. На... Чисто производственные косяки. Мы же все равно, как мы все равно там... Я в это верю. Что... Я как бы знаю, что я в этом не один. Все равно у тебя там есть референсы, там, ориентиры на что-то хорошее. Ты смотришь... Потому что чувство вкуса, если оно уже есть, то его нужно поддерживать. Путем того, что, как я сказал выше и раньше... Путем того, что ты ешь, пьешь, читаешь, слушаешь. Твое окружение, твой интерес, окей? И если ты смотришь фуфло, значит, вкус твой у тебя будут плохими. Как ты думаешь, кто из сериала «Кадетство» из актеров сейчас устроился лучше всех? Я? Почему? Ну, вы же знаете, почему. Ну, ты следишь за ребятами? Борис Корчевников, Александр Головин. Общаешься с ним? А-а. Кирилл Емельянов вот прекрасный. Это вот мой брат, я крестный отец его первого ребенка. Скажи, какой из твоих проектов самый организованный в плане съемочного процесса? Ну, есть вещи, от которых ты не застрахован, вот вообще. То есть, может там, я не знаю, ну, может что-то там сломаться, не доехала машина с реквизитом или еще что-то. Ну, вот это, причем форс-мажорный именно, никогда там реквизитор накосорезил, да, там, или, там, просто забыл купить вот эту тарелку, чтобы вот именно эта тарелка стояла под эти, там, пирожные, печенья, этот десерт. Не потому что он накосорезил, а потому что, не знаю, там, машина встала. То есть, это технические моменты форс-мажорные. Но вообще могу сказать, что когда мы снимали «Кодетство», Сережа Орланов, вот, режиссер Сергей Владимирович, который вообще идейный вдохновитель творческий, ну, там было много, но он просто главный режиссер. Вот, он после первого сезона там уходил в монтажку, потом приходили другие режиссеры, вторые, третьи. Кто-то с нами не задерживался, не за того, что мы там молодые волки, там, точнее, ну, на тот момент не все были волками, а там кто-то был просто какой-нибудь там гиеной или какой-нибудь там просто шавкой, да, и вот нехорошие ребята. Не, ни в коем случае. У нас вообще, наконец-то, была прекрасная атмосфера. Прекрасная атмосфера, команда была прекрасная, добрая. Уже была запущена машина. И, несмотря на то, что некоторые предлагали абсолютно бредовые вещи, которые никак не монтировались ни со стилистикой, ни с драматургией, ни, самое главное, с режиссерскими решениями там и мизанцены и прочее, группа сама все делала, и она ехала. Не знаю, к счастью или к сожалению, мне по барабану практически на все. И к вопросу, да, вот там спрашивали там про перфекционизм и прочее. Необходимо человеческое. Просто если не будет человеческого, не будет ничего. И каким бы я там, поэтому я говорю, что у меня конфликтов нет. Я просто сделал свою работу. Это образ моей жизни. Это то, что я делаю, делаю там вот с шести лет. Маленьким, маленьким, маленьким. А лет 14, мне сейчас там 29, я делаю это очень много и каждый день. И изучаю это. Это вот мое демисло. Мужика должен быть мама, знаете, которую он ищет там с копьем. Я убежден в этом. Ты занимаешься парашютным спортом? Сколько прыжков у тебя? Четыре высота 4000 метров. Да, я сдаю на категорию. Accelerated free fall. Ну, АФФ. А ты в России прыгаешь? Да, да, да. Я пока еще могу прыгать за рубежом. Как раз за того, чтобы прыгать там за рубежом. Но, кстати, не факт то, что я буду продолжать заниматься. Но я это уже почувствовал. Я это уже поюзал. Вот. И в том числе времени. Вопрос времени. Очень быстро бежит время. Вы знаете, крестины очень быстро. Я знаю, что ты снялся в новом проекте Романа Волобуева Потерянный. И все мы помним, как на прошлом Кинотавре он попросил убрать свое имя из титров фильма-блокбастер. Ты не знал об этом? Ничего не знал. Круто. У него, на самом деле, немного режиссерских проектов. Это пока. Это пока. Но вообще, как тебе с ним работалось? Прекраснейший. Он действительно такой идейный человек. Он прекрасный вообще. Вот видите, как резал глаза. Роман Волобуев прекрасный. Только он почему-то трубку с моих ознаков не берет. Не, ладно. Роман Волобуев прекрасный. Он снимал потерянных. Я кайфовал от того, как он вел процесс. И его подсказ был своевременный, абсолютно точный. И что очень важно. Вы заметили то, что у него там мало пока режиссерских работ и прочее. Что делает человек, будучи действительно одаренным человеком? У него хорошее чувство вкуса. Он очень хорошо интеллектуально подкован и он очень хорошо образован. И очень хорошо образован по предмету кинематографии. Что очень важно. Он мне говорил там о многих картинах, которых я там не видел. И просто разбирал их там по, грубо говоря, по составу. При всем при этом он, я не могу сказать так, новичок. Но он начинает. Но не новичок, окей? Он начинает. Кто-то мне звонит? Не надо мне звонить. Может, это роман? Да. Возможно. Это смешно было. Отведайте теперь за это десерт. Так вот, послушайте. Послушайте, какая ситуация. У Романа Олеговича чистые уши. И он понимал, что работают. И я ему говорил, Ром, ты работаешь с непростым мальчиком. Он говорит, я уже все понял. Он говорит, у меня шизофрения. Не надо. Может быть, я какие-то вещи специально выговариваю. Но слушайте, у каждого там своя кухня. Я там, может быть, пару раз ударю не туда, чтобы потом он открылся, я ему засадил. Как в боксе, понимаете? Это, ну, проводить параллели с животным миром, с природой, со спортом, с музыкой. И все становится вообще по жизни. А актерская профессия-то это вообще вот так вот. Две дороги. Вот две дороги просто. Он там, он его ищет, по этажам его разбивает. Там туда ударил, туда ударил. Там посмотрел. А пока там отвлекался, он ему и пробил. Я также проверяю, куда мне там бить. Потому что может быть решение. Вот это правильно, вот это правильно. Решение сцены актерское. Вот это режиссерское. Туда, туда, туда. Ну, допустим, я отсюда уберу много, отсюда поменьше. Здесь добавлю. Здесь оставлю. Это уберу. Вот оно решение. Понимаете? И он это понимал. Это очень точная штука. Он очень точно в этом соображал. Еще хочу сказать, что он удивительно обаятельный. Что я отмечаю в людях. У него очень интересная внешность. Он, я вообще называл, и параллели там с таким, и с талантливым мистером Рипли. И, ну, у него очень интересная внешность. Он такой прям вот, он прям кинематографист. Видно, что он художник. И супруга у него, Катя Щеглова, которая была художником, постановщиком на этой картине. Прекрасная она, прекрасная пара вообще, в принципе. Я кайфовал. Мне вообще очень нравится эта картина. Я очень жду ее выхода. Очень жду. И я ко всей этой роли, естественно, к каждой роли отношусь очень подробно, ответственно. И как последний раз. Вообще все делал как последний раз. Я вообще люблю конфликт. Я соткан с конфликтом. Мне нравится, когда идет конфликт. Роман Волобуев стер блокбастер из своей биографии, скажем так, творческой. Есть такие картины, которые ты бы хотел стереть из своей фильмографии? Блин, крутой вопрос. Нет. Объясню, почему. Но я, кстати, об этом думал сам. Потому что все равно это определенный путь. И это все подтверждает вообще мою жизненную позицию, мою философию. О том, что мы здесь все в этом мире просто отмечаемся галочкой. Не важно ничего. Там ни звание, ни мерседеса, ни квартиры. Это все пена полная. Потому что по факту никто не знает, когда там погаснет свет. Это правда. Вот. Это моя философия. Она опасная. Просто я с вами и делюсь. У нас же как там откровенный разговор и все такое. Вот. И чтобы вам было понятно, к чему я говорю. Почему? Нет. Потому что в любом случае это опыт. Я прекрасно помню, каким я был пять лет назад, семь лет назад, три года назад. И как я там развиваюсь дальше. Иду, 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 иду. Очень тяжело делать шаг. Очень тяжело делать шаг, когда ты понимаешь, что ну что-то в принципе как бы ну вот какие-то вещи ты там уже достиг. И ты там на протяжении десяти лет плотно, например, держишь определенную аудиторию. Да, там ничего не меняется. Ну вот. И когда там люди там стригутся как-то, да, там целое поколение. Я просто, ну я это вижу. Это не сказки там никакие там ничего. Я просто называю вещи своими именами. Ну вот. И короче говоря, и все равно это очень трудно сделать новый шаг, сделать вызов себе самому. Я такие вещи делаю. И отвечая на этот вопрос, наверное, я бы до каких-то, так сказать, чекпоинтов просто не доехал. Просто каких-то там поворотных пунктов в моей там биографии, в моем там пути. Я бы не дошел. И в конце концов это же круто, но ты никогда не знаешь, что там произойдет. Расскажи, как снималась сцена взрыва автомобиля в сериале «Закон каменных джунглей». Взяли, взорвали, Камара прекрасно было. То есть это был не БМВ? БМВ я бил руками своими. Ну а потом же ты его взорвал? А, да. А, вы вот что спрашиваете. Конечно. Просто там два сезона было. Круто. Причем Камара мы взорвали в первом. А во втором, это была история, мы, вот как раз я в этом районе живу, подъехал к нам БМВ. Седьмой серии, семьсот сорок пятый, по-моему, или там лонг, или какая-то там. В общем, приехала нормальная тачка. И мой герой Тим эту машину уничтожает. И, значит, там я сначала снес там одну фару, потом карбюратор, потом другую, потом стекло там что-то бомбанул, топором там, руками, ногами. И мне дежиссер Пашка с Тамарой говорит, слушай, Венес, а хочешь, короче, давай сейчас, у нас там перестановка, и она должна быть изуродована, машина уже, ну, как бы не фул, но где-то там следующая стадия. Потому что это монтажно, мы все это будем клеить. Давай наши пустынки, я говорю, нет, Паша, я буду делать сам. И пока там это, я ее сам бил. Короче, машину я эту начал бить, у нас это была ночная смена, с десяти, по-моему, вечера до пяти, до пяти, по-моему, или шести утра я бил эту машину. Я вот то, что увидели, это сделал я своими руками, вот. И это мне было важно в контексте героя, сделать это все самому. Никто эту машину не трогал, не разбивал, кроме меня. Самый ответственный для меня был момент, где меня немножко, типа, екнуло, но я сразу эти мысли... Вообще не нужно сомневаться, иначе можно попасть в капкан. И именно поэтому я эти мысли сразу откинул. Когда мне дали коктейль Молотова, мне сказали, Венис, нужно попадать с одного дубля. Ну, потому что это же коктейль Молотова, сами понимаете. Мне сначала дали просто одну бутылочку простую, ну, без ничего, просто чтобы ее так поднабили, чтобы повесить было примерно то же самое. Я там пару раз таким движением, пам-пам, покидал. Сначала долетело, сначала там перелетело, а в дубль я попал, хоп, шух. Я был в этой маске свиньи пластиковой, и этот жар от взрыва, я там инстинктивно пошел чуть-чуть назад, потому что, ну, чувствуешь все эти исполнения, как она начала сжечь, потому что, ну, пластик, да, здесь еще такой дешевый. Ну, вот. В общем, так это было. Это было круто. Как так вышло, что ты стал первым утвержденным актером в фильме «За гранью реальности», а не Антонио Бандерас? Ну, слушайте, ну, Антонио Бандерас, извините меня, первым утверждены другие картины. Поэтому, в конце концов, я думаю, что здесь, в этом «Храме огня» на первом этаже есть вариант послушать его парфюмерию, но не селективную, она мне селективная, поэтому Антонио Бандерас, ну, ладно. В общем, Антонио Бандерас, кстати, шикарный чувак, я его не видел, я его не видел, его видел только наш сербский артист Милыш Бикович, ну, вот. Я его даже в Литуале не понюхал, но это правда, так оно и есть. Я первый утвержденный артист в эту картину, но только не надо из этого делать, как будто я первый космонавт, который полетел куда-то. Ну, утвердили, утвердили. Вот, просто Саша Богуславский, молодой, талантливый режиссер, вот так вот написал роль под меня, и в процессе того, как мы начали делать картину, как-то все стало так потихонечку складываться, там, в одну сторону качали, в другую, ну, это всегда же творческий процесс, он очень тяжелый. Всегда там, в споре рождается истина, я вообще считаю, что если нету спора, если нет каких-то, ну, правильных конфликтов, ну, как правильных, а не то, что ты дурак, а вот ты дурак, и все, потому что ты дурак, потому что я хочу, чтобы ты дурак. Это, по мне, это такое, как бы отсутствие воспитания и лажа. А когда идет такой предметный дискусс, да, и когда люди неравнодушные горят и спорят, то я принимаю это. Я вообще люблю конфликт, я соткан с конфликтом, мне нравится, когда идет конфликт. У тебя сейчас нет постоянной девушки. Расскажи о своих идеальных холостяцких буднях. Работа. Работаю, съемочная площадка, гастроли, перелеты. В любое свободное время я вонзаю на гитаре. Периодически, если есть там силы, я еще занимаюсь там спортом. Ну, как бы, типа я боксирую. Ну, для себя. Ты так много сегодня рассказывал о своей гитаре. У меня электрогитара, и сейчас я хочу крутую себе там акустику взять. То есть я на это готов тратить бабки, потому что это правильно. Так получилось, я просто там сорвал курс и купил себе гитару. После какого-то сериала? Да нет, если после... нет, ну хватит. Я после сериала там могу квартиру купить, вопрос не в этом. Вопрос, мало ли, что я говорю, помните, что я вру. Мы же так по фану разговариваем. Что я не думаю. Тем не менее, я знаю, что у тебя сейчас есть теплые и серьезные отношения с футбольным клубом «Локомотив». Расскажи, как начиналась эта любовь. Болею за «Локомотив» 19 лет. Вот, это мой любимый футбольный клуб, это моя бешеная страсть. Вот. Я просто больной на голову. Это вообще... Слушайте, я, кстати, сюда ездил на... Я ездил в Сочи на финал Кубка России, когда «Локомотив» обыгрывал Урал. На «Фишт». Да, на «Фишт», конечно. И как тебе? Ну, прекрасно, тем более то, как я сижу всегда. Там, на самых лучших местах, там, я делаю это. Да. Раньше, не, конечно, конечно, когда я был поменьше, там, до определенного возраста, я там ходил на фанатку, естественно, там, за ворота. И вообще я поддерживаю все эти фанатские движения. Мне нравится, я считаю, что это правильно. Я считаю, что это вообще один из... Вообще немногих островков, где как-то поддерживается какой-то там, типа, дух и братство, правильный культ силы, отношение, там, и к тем вещам, которые ты любишь. Вот. Здоровый образ жизни, в конце концов. Во многих делах. Несмотря на то, что я рок-н-роллщик и все сопутствующее, я там могу точно сказать, что я там не принимаю. Я против наркотиков, да, там, я не курю, не пью. Вот. Я там могу иногда, там, какие-то вещи себе позволить, так, чуть-чуть. Но так не более. Вот. А локомотив, да, локомотив. Я даже закрыл себе в марте 18-го, я закрыл себе 4 дня, чтобы посмотреть, как Атлетика Мадрид воткнет мой любимый локомотив 3.0 в Мадриде. Я проверяю на людей свои шутки, значит, я точно работаю, значит, люди в экранах будут ржать. Нет, на людей в экранах будут ржать. К сожалению, эфир нашей программы подошел к концу. Все гости, море откровений делятся с нами, не пирожными, а каким-нибудь неизвестным фактам о себе, которые прежде они нигде и никогда не афишировали. Это может быть история из прошлого или новость из ближайшего будущего. Или из ближайшего зарубежья, как вариант. Что вам сказать такого? Ты еще не рассказал. Ну, я могу просто показать это. Дождите. Вот вам и перебивка вся. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Люстиночка. Кто-то же смотрит эту программу? Блин, спасибо. Нет, нет, нет. Кто-то смотрит, да. Кстати говоря, Кубани, правильно? А есть еще Славянск на Кубани, знаете такое? Ну, конечно. Откуда вы знаете? Так он же оттуда. Так вот, Славянск на Кубани, оттуда братья-мирончики. Оп. Вдруг играет за кого? За локомотив. Кстати, симпатные ребята, можете за ним понаблюдать, и, может, снова переметнетесь болезнь за локомотив. Можно вам что-нибудь скажу такое? Да. Чего я никому никогда не говорил. Хотите? Кристина. Я очень серьезный человек. Все? Аня, ну... Ну все. Нет. Нет. Да как же нет? Нет. Показывай. Что я вам должен сказать? Что совсем скоро, ну как, мне нужно немножко времени подготовиться, и я буду со своей балалайкой, которая у меня висит на причинном месте, и взорву такой руки-зорву, что все просто обалдеют. Ты будешь выступать? Конечно. Вонзать. Выступает там вот. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Море откровений». До встречи. Продолжение следует... Спасибо, ребят. Рад был вас видеть. Индивидуальный стиль клиентов, эксклюзивный почерк мастеров. Путь к совершенству укажут профессионалы. Шансу, город Сочи, улица Советская, 42.